В третьей главе книги «Деяния апостолов» мы читаем следующую историю. Был один человек, которого всегда оставляли на одном и том же месте. Он был немощным и не мог самостоятельно передвигаться. Его всегда оставляли у дверей храма. Он не мог туда входить. Он был рядом, но не внутри. Он был слабым и зависел от других людей. Было ли у вас когда-либо чувство, что вы настолько слабы, что вас нужно носить на руках и заботиться о вас? В этом нет ничего страшного. Но если вы всю жизнь пребываете в этом состоянии, значит, что-то не так. Я бы хотел помочь вам решить эту проблему. Почему я так часто слаб и немощен? Задайтесь, пожалуйста, этим вопросом. У этого храмового человека появилась необычная возможность, так как в этот день и в этот час к нему пришли два человека. Их звали Петр и Иоанн. Они были наполнены Духом Святым, радостью, огнем, силой. Они могли бы проходить мимо, не обращая внимания на храмового, который буквально был частью ландшафта. Однако они остановились. Они сочувствовали храмому. Более того, у них было что дать ему. Вот первая слава, которую они сказали ему «взгляни на нас». Для того, чтобы выйти из состояния немощи, важно смотреть туда, куда нужно. Когда Давид пришел навещать братьев на поле битвы, он стал свидетелем невероятного события. И израильская армия поднялась, чтобы сражаться, и напротив нее стоял один единственный огромный человек. Это был великан, который своей внешностью парализовал всю армию Израиля. Давид, видя происходящее, не был смущен взглядом и внешностью великана. Его внутренний взор был устремлен на кого-то другого. А вот первый ключ, который я хочу передать вам. Петр и Иоанн сказали «взгляни на нас». Действительно, важно смотреть на правильные вещи, а не на свои немощи. Некоторые люди меня спрашивают, почему я настолько слаб и немощен, почему я постоянно впадаю в одни и те же ямы, плохие привычки. И вы должны смотреть в правильное направление и верой держаться за Слово Божие, за Его присутствие и за силу Духа Святого. Немощ покинула хромого человека за один миг. Но он сперва должен был взглянуть на Петра и на Иоанна и держаться за веру, которую они передавали Ему. Затем, вцепившись в эту веру, он мог принять силу. Итак, мы сначала должны противостоять нашим страхам и получить свободу от беспокойства. «Библия говорит, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе». Дух Святой и Слово Божие дают нам силу смотреть в правильное направление. Не смотрите на свои немощи, смотрите на Божью силу. Далее второй ключ заключается в том, что Давид, возвращаясь к истории Давида и Голиафа, хочу сказать, он знал, кто он. Он знал свою идентичность и знал, в чем укоренены его вера и непоколебимое упование на Бога. Он сказал, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Это значит, что у него была уверенность, что его Бог, Бог над всеми обстоятельствами, у него была уверенность, что Бог с ним. Он был укоренен в крепкие отношения с Господом. Так что, друзья, хочу вдохновить вас развивать ваши отношения с Богом и обратить внимание на качество этих отношений для того, чтобы вы укоренились в нем и утвердились в вашей идентичности. Давид знал, кому принадлежал и кем он был в Господе. А хромой, слабый человек, сидящий у дверей храма, не знал, кто он в Боге. Другие люди решали все за него. Он не мог самостоятельно держаться на ногах. Вы можете стоять на ногах и обладать внутренней силой, если вы имеете ясное понимание своей идентичности в Господе. Поэтому важно не просто читать Библию. Размышляйте о Слове и примите Слово внутрь себя. А что, если однажды мы окажемся без Библии? Что если она будет отнята от нас, что тогда у нас останется? Я надеюсь, что вы останетесь с тем, что вы усвоили и сделали частью своей жизни. Пусть Слово Божие станет неотъемлемой частью вашего хождения с Богом. Именно так вы станете сильными. Третий и последний ключ, следующий. Для того, чтобы хромой человек оставил немощь, неподвижность и состояние жертвы, необходима была сила Божия. Он всегда был на пороге, рядом со спасением, победой, Божьим присутствием, благословением. Он никогда не находился внутри, в центре. Как оставить это место? Нужна сила Божия. После того, как вы сделали все необходимое, то есть вы противостояли своим страхам и решили серьезно относиться к Слову Божьему, вы можете сказать, «Господь, я нуждаюсь в чуде. Мне нужно, чтобы Твоя Божественная сила встретилась с моей немощью, чтобы я мог получить свободу, стоять на ногах, жить в новой силе и обрести новый смысл жизни. Я оставил состояние слабости, в которое я постоянно впадал. Нам необходима сила Духа Святого. Просите о ней, и вы ее обязательно получите». Я взял за правило на каждом собрании в простоте, но с верой и настойчивостью молиться за каждого, кто, подобно хромому, слаб и немощен. Нет ничего позорного в том, чтобы быть слабым и немощным, но ненормально всю жизнь прожить в состоянии хромого, когда нас должны постоянно носить на руках и где-то оставлять. Вы не должны всю жизнь быть зависимы от других людей, но вы должны стать самостоятельными. Получайте силу от Господа сегодня, прямо сейчас. Примите силу Духа Святого, которая поможет вам подняться. Держитесь за Божью руку, подобно тому, как хромой держался за руку Петра, и входите в новый сезон, который Бог приготовил для вас. Оставьте свои немощи и станьте сильными. Затем, в свою очередь, помогите тем, кто нуждается в силе. Так и вы получите ее. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!